Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-спикер законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. С наступающим Днём Победы, да и с наступающим Днём Радио. Ну, и, наверное, вчера День Печати был советский. И Печати день, да. Так что праздников здесь много в мае. Со всеми праздниками. Да, я напоминаю, что на сайте хирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, кто будет у нас в гостях. В особом мнении у вас есть, если у вас есть вопрос, за свой вопрос с помощью специальной формы вы можете задать. У нас есть один вопрос для вас. Давайте я сразу его озвучу, чтобы не томить нашего слушателя Александра. Именно так он подписался. Добрый день, Марина Сергеевна. Озвучите, пожалуйста, свою позицию и позицию партии КПРФ по поводу застройки территории рядом с Дворцом Пионеров. Ну, видимо, тут имеется в виду и объект Терроспорта, и вот тот открытый стадион. Решение, о строительстве которого депутаты городской думы пока еще не приняли. Не приняли, да. Вот такой вопрос. Ну, этой темой я занимаюсь уже три года практически, вот будет осень, даже в мае уже три года. Как только у нас объявился сенатор здесь, руководитель Терроспорта, который очень, ну, я считаю, пати вот так гнул, что он тут, Дворкович его благословил на это, и он тут будет выбирать площадки, и вел себя, я считаю, недостаточно корректно. Когда ему предлагали очень разумное решение, что вот у нас есть новый микрорайон, чистые пруды, там, где нет никаких спортивных сооружений, перспективный район, он, значит, все это отверг. И не жить, не быть на площадке, не просто даже территории, которые занимают, да, вот кварталы ограниченные, там, Сурикова, Калинина, Попова и, да, значит, Некрасова, а именно даже и на само здание Дворца Мемориала. С самого первого дня я просила, покажите, пожалуйста, мне ваши бизнес-планы, если, как он говорит, что у них таких объектов полно, у них там огромный опыт, я так ни одного бизнес-плана и не увидела. Выдавил он фактически под влиянием, так сказать, не знаю, каких там усилий, Дворковича или еще кого-то. Безусловно, вы имеете в виду сам проект, реально, чтобы посмотреть, что там было? Ну, безусловно, построить это одно, но даже построить они не могут толком, да, уже вот три года будет у нас в августе, как они там что-то попытались на участке ближе Некрасова и Попова, да, заложить, и пока замерло, будет это продолжаться или нет, вопрос. Поэтому Дворец Мемориал сам вроде бы отстояли здание, а вот на территории вот такие замашки у них остаются. Поэтому, когда проводили митинги для того, чтобы разобраться, безусловно, территория это достаточно большая, она сегодня очень неухоженная. Там, да, попытки в субботнике проводить, но я когда еще работала на телевидении, не помню, жалобы шли неоднократно к нам, передачи ваших письма у меня были, о том, что невозможно утром даже спортом позаниматься, потому что там выгуливают собак, то есть площадка для выгула. И когда здесь где-то что-то собирали, значит, строить, плоскостные сооружения, да, некоторые говорят, а где я загорать буду, а где я, значит, буду выгуливать собак. То есть каждый свои интересы и частные преследует. Но надо смотреть в целом. И, слава богу, жив человек, который входил в бригаду, группу, которая разрабатывала вот этот весь квартал, комплексное его освоение. Другое дело, там в силу каких-то обстоятельств не удалось завершить эти полностью работы. Но, тем не менее, там как раз подразумевались плоскостные сооружения. Что это такое? Это площадки, куда могут прийти любые ребята. То есть не закрытое помещение, где нужно там за аренду и так далее платить. Волейбольное, баскетбольное, сейчас вот эти уличные тренажёры. И если человек кто-то выступает против, я считаю, он недостаточно просто в теме, или он каких-то личных, так сказать, вот где-то собачку выговорить, уж жёстко скажу. То есть вот стадион планирующийся, да? Он уже был запланирован. Он, в общем-то, подходит под эти параметры. Конечно, конечно, это всё планировалось изначально. Потому что дети, это, извините, они не будут бесконечно умненькими, так сказать, парочками прогуливаться. Им нужно выплёскивать свою энергию. Они должны себя чувствовать, себя тут хозяевами, и комфортно, чтобы им было. Причём, и очень важно, чтобы и родители приходили. Если дети видят, что взрослые занимаются спортом, играют, это для них тоже стимул. Это серьёзно, это полезно, это нужно. Лучшая пропаганда здорового образа жизни. Поэтому здесь однозначная моя позиция у нас и обкома о том, что вот эти плоскостные спортивные сооружения, они крайне необходимы. Нужно довести просто до конца то, что первоначально и планировалось вот в этом квартале, который есть. Второй вопрос. Стероспорт, значит, который на углу Некрасова и Попова, в таком замороженном, непонятно, так сказать, да, огороженном забором, площадка. Вот когда я проводила небольшое совещание и с участием и Анны Шатуновой, и представитель департамента госсобственности, и представители, вот как там Сандалов и КПРФ, мы приглашали, и Мамаев Сергей Павлиныч был. Для того, чтобы понять, вот не на митинге, тут не всегда услышишь друг друга, а спокойно разобраться, какая ситуация. Ситуация следующая. Вот тероспорт у них в августе, где-то в сентябре, когда был подписан и выделен этот участок, три года заканчивается. Но так как они там какие-то работы начали делать, им еще могут продлить на три года до 18-го, на завершение. Если нет, этот участок будет обратно возвращен в областную собственность, ну, по крайней мере, судьба. А вот рядом соседствующий участок, на котором и футбольное поле такое, там, где есть, и вписывается, возможно. Вот мы говорили об этом. Но ни один пока еще документ у нас в руках не находится, чтобы сказать, что вот этот участок сейчас освободился, на который очень гармонично вписываются и поле, и площадки, и баскетбольные, и волейбольные тренажеры. Значит, мы взяли небольшой тайм-аут. Я не, ну, как сказать, неверующая Фома, да? Мне нужный документ, чтобы не предполагать, а уже видеть конкретно. И если действительно терраспорт не использовал этот участок, а он ему предоставлялся, безусловно, надо, наверное, же смотреть, потому что участок, на котором где предполагается или предполагалось, не знаю, надо это смотреть по документам, со стороны Калинина и Попова, да, там проходит канализационный коллектор и там некий ландшафт, ландшафт, которые создают трудности. Да, да, да. Поэтому надо спокойно вот собраться и решить. Обязательно нужны спортивные площадки открытые. Когда говорят о трибунах, что необходимо, давайте. Ведь это если зимой у нас будет каток, то хорошо, когда ты пришел в раздевалку, переоделся, а не на коньках там через дорогу, скок-скок, да? ТГДМ, ТГДМ, чтобы попасть на лед, а спокойно переодеться, выйти на лед. И даже если ты в футбол пришел играть, не обязательно в городе ты перебегать будешь, а переоделся и нормально возвращаешься. То есть должно быть очень удобное, очень доступное спортивное сооружение. Вот Александр в своем вопросе как раз-таки упоминает, да, имя вашего коллеги по партии, руководителя ТСК «Мотор» Леонида Сандалова. Это официального дилера «Фольксваген», как известно является ТСК «Мотор», собственно, программа строительства стадиона – это программа «Фольксваген». Это никак не идет в разрез с спортивными какими-то линиями, постулатами. Ну, вы знаете, вот в этом-то отношении надо смотреть, если бизнес готов вкладывать именно в развитие, а не юниорские вот эти программы и чемпионаты проводят среди подростков, среди детей, и собираются. Как наш «Газпром», который, ну вот они в области уже построили несколько своих денег, видимо, договоренные, чтобы, по крайней мере, ставку на спорт сделать. Это хорошо, важно, чтобы эти качественные были сооружения. И нужно всегда находить разумный компромисс. Если это идет во благо большинства, и тем более развитие как бы здорового образа жизни, наверное, нужно смотреть. Но не делать из этого популистки какие-то и сталкивать людей, а надо спокойно разобраться, что кто преследует, и до конца, как будет использоваться, как терраспорт, этот, сенаторов, как он говорил, бассейн они там построят. И вопрос, значит, режим работы круглосуточный. Вот я не внуков, дети у меня уже выросли, да, например, как и любая разумная там мама или бабушка, в круглосуточный работающий бассейн я ребенка не отпущу. Ну, у нас по закону несовершеннолетние они не могут находиться в ночное время без сопровождения взрослыми. С родителями, да. Но у нас уже по Спартаку были, когда, извините, там и фекалии находили. После ночных, так сказать, вот круглосуточно работающих бассейнов. Это одно, то есть меня не устраивало. Не может, зачем круглосуточно работать бассейн, это раз. Второе, значит, когда они благие намерения, что пусть в этом бассейне будут плавать дети из близлежащих школ. Хорошо, я говорю, а кто будет оплачивать эти уроки в бассейне? У нас ничего бесплатного, тем более бассейн, это дорогостоящее, да, сооружение и его содержание. Ну как, будет город платить? Сенаторов заявляют. Я говорю, с какой стати? Почему тогда дети, проживающие в микрорайонах других, где есть бассейны Родины, там Спартаки, там теперь Дымк, ну разные у нас уже есть, да, Быстреца, они как должны платить, а вот те, кто будут здесь, значит, у них бюджетное вливание, они собираются это повесить, содержание на бюджет города. Марина Сергеевна, давайте еще четко, кратко проговорим. Вы и ваши коллеги по партии против этого объекта терраспорта, или вы еще пытаетесь пытаться объяснение и представление документов, что там вообще было? Вы понимаете, я гадать не могу. Для меня всегда недоверие вызывает человек, который не может четко мне сказать, вот бизнес-план, вот окончание строительства, ни одного ответа на свой вопрос я не получила. Ну и, соответственно, это все вызывает отторжение и негатив. Недоверие, недоверие. Понимаете, когда человеку скрывать нечего, ему и доверять будут. А когда начинается вот такое некое мутное, так сказать, да, всегда сомнение появляется. Поэтому, может быть, со стороны там мотора и так далее, если была бы более четкая информация. Но она появляется, когда собираются вместе, и это слух или нет, вот участок, от которого будут отказываться. То есть, по крайней мере, не сидеть и витать в облаках, а с конкретными документами в руках все специалисты, которые скажут, да, срок заканчивается, отторгается, можно здесь привязку сделать к этому сооружению. Ну, спасибо Александру за вопрос. Теперь переходим к другим темам. Напомню, что это особое мнение Марина Сазонтова, вице-спикера Законодательного собрания Киевской области. У меня есть несколько вопросов по поводу пленарного заседания, ОЗС, которое состоялось 30 апреля, совсем недавно. Вот, в частности, 21 вопросом был вопрос об обращении Законодательного собрания Киевской области к президенту Российской Федерации Путину об отмене отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в сфере организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Тема поддержана не была, после чего фракция ЛДПР, которая, собственно, инициировала эту тему, да, покинула зал заседаний, к депутатам от ЛДПР присоединился Валерий Турола, корма не стало. Ну, это уже ближе к концу все-таки, да, уже пленарки было, это все. Вот ваша позиция по поводу данного обращения, как вы ему относитесь, необходимо ли оно, и, собственно, оценка поступка ЛДПР. Я всегда положительно отношусь к тому, когда депутаты хотят отразить точку зрения своих избирателей. Отношение, очень много негатива по отношению к этой программе, увы. Почему оно негативное, я уже не раз говорила. Не выполнена статья 16 закона о приватизации жилищного фонда, это 1991 года. Затем, когда собирались еще средства на капитальный ремонт, например, у нас в городе в течение года деньги ушли на капитальный ремонт, но не этих домов непосредственно, да. И когда, значит, был создан в 2005 году фонд содействия реформирования ЖКХ, два его направления, о том, что вот и переселение, это одно направление, а второе, значит, капитальный ремонт. 5% пусть собственники будут вкладывать, а 95% из фонда. Вроде бы хорошо. Но ставки начали расти год от года и достигали 70%, что уже было непосильно. Тогда придумали эту программу капремонта. И здесь тоже некий шантаж, что если вы не создадите регионального оператора по сбору средств, мы вам не дадим деньги на переселение из аварийного жилья. То есть сегодня область вынуждена была, извините, а куда девать людей? Ну, к стенке просто. Да. Поэтому вот когда такими методами насаждалась эта программа, и очень циничное заявление, я не раз с трибуны, так сказать, из самых высоких слышала, о том, что вы же собственники, вот мы живем в коттедже, значит, мы же не ждем, что к нам кто-то придет и будет капремонт делать. Мы все сами. Да, но когда собственникам говорили, вот которые стали, прожив там по 30 лет в доме, им говорили, что вот вы приватизируете, но перед этим вам капремонт проведут. Да, а этого капремонта не было. Поэтому здесь правила-то нельзя сопоставлять. Когда они стали выполнены перед ними обязательствами, и они стали собственниками, да. Ну, тогда честно. Все честно. А вот когда эти правила не были соблюдены, безусловно, большое недоверие. Поэтому здесь очень большое, и мы обращение, ведь это уже не первое обращение, к Нарышкину, которое на предыдущем тоже не было поддержано, так, обращались там несколько фракций, в том числе и Букасов, Женихов и там несколько из других фракций. За него большинство депутатов законодательного собрания не проголосовали. Нашей фракцией мы поступили по-другому. Мы направили обращение от нашей фракции депутатской непосредственно на Рышкину. Ведь дело в том, что вот эти обращения, и этот вопрос мы рассматривали на комитете по энергетике ЖКХ, и там выходил еще и Конышев, и довольно разумное было решение принято. А давайте объединим все наши, не просто прекратить остановить вот этот, значит, фонд. Дома ведь не будут ждать, что когда-то там кто-то соберется наверху и придумает, как их ремонтировать. У них сегодня крыши потекают, и лифты ломаются, и инженерные сети выходят из строя. Поэтому вот так вот махануть и нельзя. Но надо создать разумное, что вот государство не имеет права уходить вообще от финансирования этого капремонта. И на заседании, вот когда Конышев и, так сказать, и другие, мы как раз приняли решение, вот это в мае снова будет обращение, подготовить обращение уже... На черепе? Там, наверное, и на президента, и на Нарышкина, так сказать, на все, и Матвиенко, по крайней мере. О чем это говорит вот за эти обращения? Оно будет более объединенное для того, чтобы услышаны были так наши избиратели и мы. Если эти обращения, я понимаю, они ничего не изменят. Но когда идут с мест, не только из Кировской области, ситуация повсеместная такая, это для власти сигнал, что не все нормально, значит, надо как-то это рассудить. И, кстати говоря, вот вчера селекторное совещание было с министром, да, ЖКХ. Завтра он президенту будет докладывать о том, как и переселение из аварийного, я надеюсь, и вопросы ЖКХ. Да, если президент решил заслушать и пригласил, возможно, дошли, наверное, еще сигналы, не только наши. В том числе и прокапремонт. Да. И то, что фракция ЛДПР тоже решила выступить с этим, это их право. И поддержать, я считаю, здесь нечего бояться. Это сигнал о том, что у нас не все есть, социальная напряженность не растает. Это только сигнал, за который должны благодарны быть там наверху, что они, по крайней мере, какой-то как эхолотом, да, понимают, что происходит на местах, и не превратить, не запустить эту ситуацию. Ну, а сам уход, сам уход. Это их право. Из зала заседания. Вы знаете, это их право. И вот когда фракцию КПРФ, мы, кстати, выходили, да, и нас пытались наказать, первый у нас был, помните, когда 500 рублевочные эти депутаты в городской доме были, да? И мы просили, чтобы нам предоставили право выступить перед началом ЗАГС-собрания, когда присутствуют все СМИ, руководства. Ведь уже когда конец заседания в разном, там уже даже кворумов, как оказалось, последних заседаний не бывает. Нам в этом отказали, мы покинули зал заседаний. Хотя все находились, в общем-то, в помещении, на рабочих местах, никто никуда не уходил. Ну, обычно потом комитет по регламенту, да, ведь тоже обсуждает эти вопросы, задает вопросы. Это их право, правильно, потому что это был отказ оппозиционные все тогда были, и наш КПРФ, там, Справедливая Россия, и ЛДПР, потому что попытка не дать слово оппозиции, это не совсем разумное было. И попытались на наших всех собак на весь, там, мы что-то сорвали, там, люди не получили, такие эмоциональные, что мы во всем, хотя все потом все получили, и не было никаких. Второй был, когда мы отстаивали 5 минут, что каждая фракция, как есть и в Госдуме, чтобы не просто поболтать там перед началом, а когда все еще присутствуют, обозначить свою позицию по принципиально важным вопросам, по 5 минут. Хочешь выступить, если у тебя нечего сказать, так не надо выходить, то есть это не обязаловка. Поэтому мы свою позицию тоже пытаемся, чтобы нас услышали. У нас нет большинства, но тем не менее за нами ведь тысячи людей, тысячи избирателей, поэтому их мнение тоже должно быть услышано. То, что фракция ушла, это их право, я считаю. Они продемонстрировали. Да, есть еще другой путь, когда можно достать карточку для голосования, на тот, ты отсутствуешь, кворума нет, и нельзя будет решение принять, а при переходе к следующим вопросам его вставить. Можно было выйти на этот вопрос, чтобы остальные три вопроса дорешать, так сказать, принять по ним решение. Решения были заслушаны, но не были проголосованы. Ну, как известно, на этом пленарном заседании самым первым на трибуну вышел Никита Юрьевич Белых, он представил отчет о работе правительства в 2014 году. Что вы вынесли из этого отчета? Ну, там в основном положительные моменты, затронуты были и рост промышленного производства, и было упомянуто наше первое место, я имею в виду первое место региона по темпам ввода строительства жилья, в эксплуатацию в Приволжском федеральном округе. Вот вы с какими эмоциями чувствовали этот доклад? Ну, я люблю очень цифры, не эмоции. И отслеживая сегодняшнюю ситуацию, если вы тоже наверняка за этим отслеживаете, когда у нас строительство, если в конце прошлого года, там, второй половине бум по вводу жилья. Отчет по 2015-му будет, видимо. Вот понимаете, надо смотреть, можно в силу каких-то обстоятельств, годных, которые такая вспышка, да, вот там что-то завершенное удалось, и вот мы это получили. А ведь надо рассмотреть в динамике. Если мы сегодня видим, что у нас идет сокращение рабочих, так сказать, по предприятиям, у нас сегодня какие-то критические ситуации по другим, где нужно принимать, там, завод моя родная машинка, завод 1 мая, и другие предприятия, то вот здесь, наверное, аналитики мне не хватило, над чем работать и как будет правительство. Потому что год уже ушел. Это уже прошлое. Это же все-таки отчета сделано. А вот как раз, да, вот для меня всегда важен отчет и какие выводы из него сделаны. А когда сегодня мы читаем о том, что вчера ездили открывать Шпагину, значит, создателю, да, автомата, да, и заезжали на, построенный технопарк, пустующий. До сих пор? Да. Вот он отчет. Когда ты видишь, что у нас все промпарки собираются там, в Слободино или еще где-то, деньги огромные, вместо 590, нет, 509 миллионов вложено уже 594, да, а эффекта никакого. Мы не получаем отдачу от этого. Мы говорим о выполнении как бы наших госпрограмм, которые идут. Но сегодня по многим госпрограммам есть проблемы их неуполнения, потому что инвесторы, средства вложения их неэффективны. Мы не получаем отдачи в лесной или отрасли, которые касаются там переработки и так далее, и других. Поэтому вот я всегда, сделано хорошо там, то, что отмечено, но когда поверхность, как-то выплывают, вот они уже в это или, да, вот эти проблемы, они ведь не так само по себе появились. То есть аналитика, она должна рассматриваться как стратегическое, что не получилось, почему не получилось. Ну, взять здравоохранение, когда мы говорим, что все хорошо, у нас сегодня идут в Кирове, я не говорю уже о районах, чтобы сдать кровь, нужный талончик, вот даже из депутатов у нас, да, на 18 мая. Ты больной человек, а тебе, говорят, там, подожди до 18-го. Вот это разве тоже норма? Поэтому это даже в самом... Ну, о таких в отчетах губернатора коммерческих вещах не говорится. Да, вот здесь я понимаю, что готовили, наверное, информацию, и каждый департамент себя, ну, кто будет говорить, что он плохой? Но, видимо, аналитики, вот и сегодня информация, которая идет у нас в контрольно-счетной палате, да, активно проверяет разные сферы, и все это показывает о неэффективном использовании. Поэтому мне не хватило аналитики. Ну, а по поводу контрольно-счетной палаты, обычно там руководители ведомств говорят, ну, ведь мы сделали, что ж вы там придираетесь-то, да? Ну, ведь как сделано, правда? Когда вот у нас в первой больнице на Попово мне звонки, вот и в праздники все, что четвертый там этаж, все крыши протекают, начинает ругать Быкова. Я говорю, ну, причем Быков, когда теперь у нас все медицинские учреждения относятся к департаменту здравоохранения. И когда вот говорят, что хорошо, потолки палаты, в которых люди лежат, залиты дождями, которые в этом снег таял. Это, к сожалению. Не знаю, вот если, может быть, было более критичным, вот этот отчет, как-то, наверное, он воспринимался бы более на такую почву, что, значит, цели стоят, над чем, как работать. А вот вчерашний выезд в промпарк в Вятских Полянах, я думаю, что он дал ответ. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. И это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области еще по итогам пленарного заседания нашего регионального парламента 30 апреля пройдемся. Вот еще один законопроект, который был сразу принят в двух чтениях. Я имею в виду проект закона Кировской области 459.5 внесения изменений о местном самоуправлении в Кировской области упраздняется так называемое двоевластие. Двуглавие. Двуглавие, да. Глава администрации, глава района. Не попали в этот список городов, где произойдут изменения Киров, Кирово-Чапецк, Затупер-Вамайский и Слободской. Нет, пока только три. Трое, да. Вот вся эта система, эта новая схема, которая уже на следующих выборов будет использоваться. Там упреки звучали в зале заседаний, что это полный откат от демократии, беспредел. Вот вы как мнение придерживайтесь. Вы понимаете, когда вот в двух чтениях и, ну не то, что диаметрально противоположное, но о ликвидации двуглавия говорили еще у нас наши депутаты нашей фракции еще в предыдущих созывах. Да, 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 долго об этом. И причем росли ставки, то есть и поддерживали нас с Единой России, вот Лихачев, да, Михаил Валентинович был здесь. И ставки росли там от 25 миллионов, а на заседании уже законодательного собрания эта сумма уже доросла до 40 миллионов. То есть, видимо, все-таки поиск, за счет чего нам сэкономить, да, бюджетное средство, они подтолкнули содержание двуглавия. Да, да, да. То есть экономия уже вот 40 миллионов, безусловно. Так что я думаю, вот именно это ускорило поиск каких-то резервов. Хотя в трех районах эти решения уже были приняты, в том числе Зуевский район. Это все хорошо, но когда нам говорят систему выборов, вот последние у нас были выборы, законодательное собрание по юго-западу, в Новоавиатском районе, явка не превышала 8 процентов, это явка, а избранным был человек, у которого там, ну, 3 с небольшим процента. Посчитать, если в абсолютных, это достаточно мизерное число. И когда мы говорим, что вот эти депутаты, которых будут, мы про будущее говорим, да, скажут избирателям, можете отдыхать, мы за вас все это сделаем. Мне кажется, можно вообще явку, когда будут приходить одни кандидаты со своими семьями из себя проголосовать, и выборы будут считаться состоявшимися. Вот дело в том, что когда за избирателей все решают, ведь не ходят, знаете, почему, и я не открываю тут, каких-то открытий не делаю, да, автологию, прошу прощения, не ходят, потому что не верят. Ну, не считают, что что-то изменится. Уже все без нас и так далее. И вот этот процент явки, он, видите, уже достигает вот такого, не знаю, уже ниже нижнего. И когда вот это еще раз будет сказано, что да сами депутаты выберут, выберут, и отдыхайте, так сказать, без вас все будет решено. Это еще раз избирателям скажет, что вы тут совершенно. Но это ведь идет до поры до времени, когда у людей вот какие-то обстоятельства могут, и выплеск вот этого недовольства, а это как раз масса, которая в оппозиции находится, она не верит, и какие-то обстоятельства могут повлиять на то, что они более активно какую-то позицию займут. Надо ли это? И когда мы говорим, что демократия, значит, а что такое демократия? Вот вы можете на этот вопрос ответить? Ну, буквально в переводе власть народа. Вот это ошибочное мнение. Знаете, почему? Почему? Оно очень у нас расхожим было и выгодно. Демократия — это выборы равноправные, прямые, всеобщие. Вот это демократия. И когда нам говорят, что коммунисты там, ну, к сожалению, слово «демократия», его, так сказать, попытались немножко в черном цвете представить, я вам еще могу фразу привести, которая мне очень нравится. Выборы конкретного человека на конкретную должность с участием всех членов организации. Знаете, кто это сказал? Мне кажется, кто-то в советском периоде. Нет, после шла речь, это Владимир Ильич Ленин, в одном из вариантов его статьи, что делать. Вот как журналисты, ну, это было 903 год. И он говорил, что в условиях нелегальной работы это пока невозможно. То есть он уже закладывал. И когда говорят, что ну, вот сейчас его там всеобщим, нам его потом не сдернуть, он там может всякий, вплоть до того, что психически больной и так далее. Ну, вы на этом этапе фильтр устроите. Вы устроите достойные, как бы, дебаты, чтобы человеку можно было показать, кто он такой, чтобы он не увиливал, не уходил, как Петр Первый, а бы дурь каждого видна была, да? Чтобы могли сориентироваться. А мы сегодня, знаете, как бы по-детски, не надо там беспокоить, не надо нервировать. Вот это, я считаю, стратегическая ошибка. Нам нужно учиться демократии, чтобы у людей вера появлялась. И власть, которой не нужен народ, она будет поступать вот таким образом. А вот эта норма о том, что глав будут в будущем выбирать там представители комиссии, да, из местных депутатов и из тех, кого будут губернаторы. Я вот о чем и говорю. Да, это будут ограничения. Определенные группы, которые всегда договориться, всегда проще. Это усиление власти губернатора на местах? Влияние? Ну, вы знаете, здесь вертикаль только финансовая, на большей степени, понимаете, можно всегда, так сказать, за счет вот этих вот же, так сказать, да, финансовая, или предоставить, или не дать, или сдержать, и, в общем-то, следовать. Но это и до поры до времени. Потому что люди, которые там живут, их-то так не больше, но постоянно такой держать. Ну, а, кстати, финансовая-то составляющая жизни муниципалитетов, она как-то изменится с этой новой схемой? Потому что, ну, все мы прекрасно знаем, что муниципалитетам сейчас ой, как не сладко. Ну, вот изменится схема выборов. А денег-то нет по-прежнему, получится. Ну, вот, если я не ошибаюсь, последняя информация, что нам предоставили, там, кредит в размере 5,8 миллиарда рублей области, буквально информация свежая, да, поступила. Ну, это на погашение, там, различных расчетов, там, с организациями, да, кредиторами. Как это повлияет, и как скажется, да, если сегодня у нас у муниципалитетов на 9,5 месяцев заработной платы для бюджетников. Вопросы очень серьезные. Но здесь и федеральный центр должен тоже определяться, почему такая ситуация сложилась, насколько разумное, нет, управление было, как используется собственность, своя пополнение бюджета, за счет чего. И все ли только там на уровне области зависит, или есть еще и на местах непополнение там своих доходов. Еще об этом пленарном заседании. Владислав Гукасов выступил с предложением сократить оплачиваемые должности на профессиональной основе, имеется в виду, в областном законсобрании с 10 до 3. Только лишь речь идет в этом случае о председателе и двух его заместителях. Все там, председатели комитетов не оплачиваемые должности. Инициативу эту отклонили, да, в итоге прошла поправка, озвученная Василием Куприевичем, с уравним оскорочением помянутых должностей с 10 до 8. Ну, по факту сейчас 8 у нас, да. Вот как вам эта инициатива урезать? Вы знаете, я никогда не работала на штатной должности, хотя уже депутатам практически 15 лет. Вот только последние эти 4 года. Поэтому, да, возможностей, когда ты на штатной должности, появляется гораздо больше. Но ты на себя и тоже, и вал, так сказать, вызываешь еще больших совмещений. Поэтому я никогда не ратовала за, там, освобожденную должность. Но в том случае, вот для того, чтобы отстаивать какие-то интересы, чтобы была оппозиционная, мне не хотелось бы, вот, наверняка многие видели такой сюжет в Госдоме, когда идет депутат, держит пачку, там, не знаю, наверное, сантиметров 8 толщиной, и вот спрашивают, ну, как вы считаете, сегодня какие самые злободневные вопросы вы будете рассматривать? Он говорит, ну, вот сейчас приду, посмотрю. Вот это посмотреть, это значит, ты просто по команде, там, своей фракции, там, или еще, да, вот за эти вопросы за, за этот минус. То есть ты сам не отвечаешь за то, за что ты голосуешь. То есть ты просто, извините, принес свое тело в это задание. Да, и вот это очень важно, не просто, ну, вот, можно отметить, что наше ЗАГСобрание отмечено четвертое место по ПФО, которое самое активное с предложениями вот этих инициатив, законодательных. Федеральных, федеральных законодательных. Да, государственных, да. То есть не отсиживание, так сказать, идет, как улучшение. Иллюзий нет, что ты сейчас вышел, это примут. Это иногда бывает так, что даже в следующем созыве доходит и там удается пробить. Поэтому, когда вот это работает, ты вникаешь и понимаешь, как это делать, что это сделать, именно общаясь как можно с максимальным количеством людей, что это не твои там выдумки там, а это действительно требуется, где требуются эти изменения. И то, что раньше, да, принадлежности предыдущей САЗ, все три должности принадлежали партии власти, так скажем, да, представителям, то сегодня количество вот оппозиционных партий, оно все-таки говорит, что должны быть представлены разные, кто мог бы и больше встречаться, и вносить инициативы законодательные. Я вот никогда за такую должность штатную не держалась. Это решение партии. Ну, какое решение приняли? И в этом случае надо-то смотреть об эффективности работы, как этот комитет или, например, или заместитель работает, что он успел сделать и так далее. Я считаю, анализ нужен, чтобы эффективно использовать. То, что сократили там две ставки, право было у представителей партии, фракции свои предложения внести, кто этим воспользовался или нет. И у нас некоторые заместители, вернее, председатели комитетов работают не на освобожденной основе. Эффективно или нет, ну, здесь тоже нужно включать работу. Может быть, и трех много, может быть, и восемь это мало. В общем, дело все в эффективности. Конечно. В результатах работы. Я считаю, результат работы, должны какие-то критерии быть жесткие, чтобы можно было объективно оценить. Ну, на этом заседании вы тоже выходили за трибуну, да? Ваша инициатива о внесении изменений в статье 193 Жилищного кодекса Российской Федерации лечь идет о лицензировании, да, управляющей компанией. В чем суть, поясните, пожалуйста. Ну, здесь, значит, кстати... Это, видимо, результат вот вашей последней работы в сфере ЖКХ, да? О чем мы тут... Ой, давайте слово не будем последней говорить, потому что их работают очень много. Я имею в виду, я имею в виду, в последнее время, да. Да, значит, действительно, меня включили в комиссию по лицензированию управляющих компаний, руководства. И вот с чем мы столкнулись. Управляющая компания, значит, ее руководитель должен получить, быть аттестован, сертификат. Прекрасно, у нас подали заявки и так далее. А если этот руководитель заболел, срочно в командировку, там, я не знаю, еще какие-то причины. Без сертификата руководитель или ИО не может управлять. И когда мы пишем должностное лицо, каждый понимает сегодня по-своему, кто такой, так сказать, относящийся к этой категории, должностное лицо. Это только руководитель или исполняющий обязанности, или это главный инженер, который уполномочен, так сказать, замещать, но у него тоже должен быть сертификат. И в этом случае мы или увеличиваем до невероятных размеров количество сертификатов, кто их владеет, или все-таки четко прописываем. И когда мы направили вот это предложение в Государственную Думу, в Совет по законодательству, мы получили положительные оценки и от Совета Федерации, от правового управления, аналитического управления, что действительно это уточнение нужно. Прошу прощения, от комитета, от Хованской, она посчитала, что пока не надо. Но я думаю, может быть, не до конца прочла, не все она читает, наверное, кто-то готовил. Поэтому мы все-таки настояли и приняли обращение это. И направим обязательно, потому что, я уверена, нас и другие регионы поддержат. Кто уже сталкивался на практике, что значит выдать сертификат должностному лицу управляющей компании. Ну, если позволить, раз уж вы работаете, да, в комиссии по лицензированию, как идет работа, у нас буквально минута остается. А все уже закончено практически, да, 30-го. Все закончено, вот последний вывод, буквально сегодня Лепси-Уют не получил лицензию. Нет, не получили они уже, это решение было 28-го принято, 30-го мы еще там собирались, к сожалению, я не могла заключительно, так как была на заседании ЦАК-собрания. Но две компании, одна из Белохолуницкого района, и вот это Лепси-Уют. Теперь не получили, но очень, где-то 7 компаний вот с такими вопросами. Критерии, которые разработаны, они им удовлетворяют на сегодняшний день, но претензий к их работе со стороны жителей очень много. То есть как бы авансом получается, что ли? Мы вынуждены были выдать им лицензию, потому что критерии так прописаны. Но 7 вот этих вопросиков, против которых стояли вот эти компании, они сегодня будут под особым контролем. При этих нарушениях повторяющихся, которые сегодня, это уже записано в процессе работы, да, может быть поставлен вопрос и о лишении их лицензий. Ставятся какие-то сроки перед ними конкретные? Нет, это будет только по делам судить. Или при наличии обращений, жалоб и недовольства. Что ж, спасибо большое, завершается особое мнение. И сегодня это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера ЗАК-собрания Кировской области. Меня зовут Владимир Сметанин. Всего доброго, до свидания. До свидания. Продолжение следует...